Матфея 13, 23 Матфея 13, 24 Плодоносные дела Мы все много делаем дел Каждый день Правда, у нас очень много дел Но вот вопрос, который из них добрый Возник так в моей голове И как определить Доброе оно или нет По какому критерию Ну, дел много Сразу вспомнился анекдот Мужчина должен посадить Дерево, что там еще Построить дом Что он еще должен? Сына вырастить Только там в анекдоте спрашивают Кому должен? Кому он должен? То есть по какому критерию это определяется? То есть кому я должен? В Ветхом Завете Если мы читаем Бесплодность Она вела к проклятию И к гибели А богатство внешнее Оно свидетельствовало О благословении Но это был Ветхий Завет Отсюда, в принципе, происходит Учение о процветании Есть миллион Процветаешь Хотя я всегда не мог понять Слово процветать Разве от слова богатый? От слова цвести От слова цвести Цвести для меня это пахнуть Цвести это что-то Это что-то красивое Правда? Процветание это что, богатый? Нет, цвести это благоухать Правда? То есть у меня всегда была Какая-то вот такая несостыковка Внутри меня, думаю Вроде процветать Но Ветхий Завет Впоследствии Я вдруг увидел И меня даже смущали люди Они говорили Что у вас бог такой злой? Он там в Ветхом Завете Все с кем-то дерется Там все у кого-то воюет Я все думаю Ну воюет он там чего-то Как это ко мне относится? Читаешь эти истории? Пока однажды я вдруг не понял Что это же прообразы для нас То есть все, что происходило В Ветхом Завете Как бы буквально Сейчас Оно не исчезло Оно происходит Где-то во мне Там кто-то воюет Какие-то народы надо убрать Какие-то надо искоренить То есть что-то надо Ну то есть понимаете, да? Это же прообразы для нас Это не то, чтобы там истории были красивые И наши победили В итоге В библейских школах То есть Ветхий Завет это прообразы Это иллюстрация Внутреннего состояния человека И получается, что в Новом Завете Эти критерии Они не исчезают А опускаются внутрь Если В сердце Отсутствуют плоды То это ведет К духовной смерти Да? И вот мы сейчас почитаем Эти местописания Я тоже был достаточно удивлен Потому что Обычно говорят о дарах Духа Святого О дарах служения Даже в библейской школе Есть отдельная тема Дары Духа Святого Но вот не видел Ну точнее говоря Видел в одной библейской школе Но только в одной И очень далеко Вы где-нибудь слышали Учение о плодах? Ну что-то я вот тоже так Затрудняюсь Очень редко задевается эта тема Хотя Взяв симфонию Я увидел, что О дарах даже Меньше где-то говорится Ну говорится и о дарах Духа Святого Но говорится и о плодах Того же самого Святого Духа То есть Как бы вроде как бы Продукт один И вот в Луки Третья глава Девятый стих Восьмой стих Написано Сотворите же Достойные плоды покаяния И не думайте Говорить себе Отец у нас Авраам Ибо говорю вам Что Бог Может из камней Сих возвигнуть Детей Авраам Уже из секира При корне дерев Лежит Всякое дерево Не приносящее Доброго плода Срубают И бросают В огонь Иоанн говорит Нашими словами Не думайте даже Говорить о том Что вы верующие Потому что Дерево Познается По плодам Не по словам Иудеи много говорили Отец Авраам Это для них Все было То есть по сути Они что говорили Мы верующие Это был Ветхий Завет И обращение К иудеям Как мне объяснили Позже Читаем дальше Матфея уже 21 глава 43 стих Потому Сказываю вам Что отнимется У вас Царство Божье У иудеев И дано Будет народу Приносящему Плод И я выписал Только некоторые Местописания На самом деле Конечно Их гораздо больше Я хотел бы С вами вместе Их Прочитать 1 Коринфянам 1 глава 22 стих Иудеи требуют Чудес А елены Ищут Мудрости А мы Проповедуем Христа Притом Распятого Для иудеев Соблазн Для еленов Безумие Павел пишет Царство Божье Дается Народу Который Приносит Плоды Иудеи Ищут Чудес И получается Есть среди нас Иудеи Которые Ищут Чудес Зачастую Что ты Ищешь Что для тебя Главное Понятно Что нам Нужны Чудеса Нам нужны Дары Святого Духа И говоря Об одном Мы не Перечеркиваем Другое Но что Важнее Что Важнее Дары Святого Духа Или плоды Святого Духа Как определить Верующий Я или нет Большинство В чем люди говорят Я спасен Я говорю Замечательно Чем докажешь Я тоже думаю Что я спасен Но я Смотрю Внутрь себя Если я в вере Испытываете В вере ли вы Я пытаюсь понять С чего я решил Что я спасен С того Что ты произнес Молитву покаяния Ну как бы Много кто Произносил Не факт Что все спасены И можно ли Потерять спасение Или нет Но мы по этим Стихам уже видим Что в принципе Если нет плода То дерево Срубают Даже Помните Написано Если Господь Не пощадил Природные ветки Которые Не приносили Плода И отсек Их от дерева То Ой-ой-ой Мы-то Неприродные Запросто Отсекаются Ветки Не приносящие Плод Иоанна 12 глава 24 стих Истинно Истинно Говорю вам Если Пшеничное Зерно Пав в землю Не умрет Останется Одно Если умрет Принесет Много Плода Ныне Когда вы Освободились От греха Римлянам 6 Глава 22 стих Римлянам 6 22 И стали Рабами Богу Плод ваш Есть Святость И вот Мы начинаем Видеть Определенные Разъяснения Что же Такое Плод Потому что Согласитесь Что зачастую Непонятно Большинство Людей Считают Что плоды Это дела Но Иудеи Делали Дела А Иоанн Говорит Нет Не годится То есть Значит Это не совсем Дела Дела Конечно Должны быть Дела Веры Должны быть Вера Без дел Мертва Но Есть Что-то Что-то Что Не совсем Дела Что Приводит К делам Будем так Говорить Давайте Дальше Читаем Иоанна 15 Глава 2 стих Всякую У меня Ветку Не приносящую Плода Он Отсекает Всякую Приносящую Плод Очищает Чтобы Больше Принесла Плода Вы уже Очищены Через Слово Мое Которое Я проповедовал Вам Иоанна 15 Глава Это все 4 стих Прибудьте Во мне И я В вас Как Ветка Не может Приносить Плода Сама Собой Если Не будет На лозе Так И Мы Если Не будем В нем Я Есть Лоза А вы Ветки Кто Прибывает Во мне И я В нем Тот Приносит Много Плода Ибо Ибо Без Меня Не Можете Делать Ничего 6 стих Кто Не Прибудет Во мне Извергнется Вон Как И чтобы Плод Ваш Пребывал Дабы Чего Не Попросите От Отца Во имя Мое Я Дал Вам Уже Мы Видим Достаточно Строго Иисус Рассказывает Обычную Вещь Нет Нет Плода Отсекут Откусят Обрежут Есть Плод Тоже Будут Обстригать Но Чтобы Принесло Много Плода Это Что Касается Плода Покаяния То есть В общем-то О возрождении Речь идет То есть Принесите же Достойный Плод Покаяния То есть Если мы Уже Дальше Говорим О верующих В Матфея 7 главе В 15 стихе Говорится Берегитесь Уже Пророков Которые Приходят В овечьей Одежде А внутри Суть Волки Хищные По плодам Их Узнаете Их Есть Только Один Критерий Опять Итак По плодам Их Узнаете Их 16 стих 20 стих Не Не Всякий Всякий Говорящий Есть 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 Дела А есть Плоды Ну Дары Святого Духа Мы не берем Уже Во внимание Потому что Это от Него Им И И это Он Он Действует Ну И Самое Важное Место Конечно Где Рассказывается О плоде Это Галатам 5 глава 22 стих Плод же Духа Есть Любовь Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость Воздержание У меня Сразу Возникает Вопрос Это Дела Как вы Думаете Это Не Совсем Дела Да То есть Конечно Любовь Должна Проявляться В делах Получается Есть Что-то Но Я Однажды Просто Думал И рассуждал И у меня Как-то Нисходилось Божья Справедливость Что-ли Когда я Думал Ну Ладно Человек Одаренный Он Что-то Делает Но А если Человек Просто Там Ездит На машине Что Как бы Какой У Бога Критерий А если Человек Просто Дома Сидит С детьми Он Что На небе Как-то По-другому Оцениваться Будет Ну он же Дела же По сути Он меньше Дел делает Один может Больше Дел делает Другой Меньше Да даже Взять Две Домохозяйки Но Написано Будут лежать Двое На постели Один Возьмется Другой Оставится Двое Пахать Будут Оба Будут Пахать Одинаковое Дело Делать Один Возьмется Другой Оставится То есть Вроде Бы Дела И мы Пытаемся Зачастую Судить Человека По делам И Это В принципе Везде Так Это проще Это Ветхий Завет У нас Десять Заповедей Есть И В большинстве Своем Когда ты Сталкиваешься С неверующими Людьми Они конечно Сразу Говорят Я Не Убивал Я Что там Не делал Не Крал То есть Люди Оценивают Себя По Поступкам Но По Поступкам Ли Только Будет Оценивать Господь И Мы Видим Что У Него Есть Такой Очень Важный Критерий Плод Духа И Вот Я Специально Выписал Значение Слов Которые Там Используются Плод Это То что Растет То что Дух Имеется Ввиду То есть Имеется Ввиду Что Растет От Духа Эта Фраза Указывает На Источник И Причину Плода По поводу Использования Здесь Слов Первое Слово Любовь Там Написано Используется Слово Агапа Только Во множественном Числе Почему Это Любовь И к Богу Так И к Ближнему Это Любовь Сопровождающая Сопровождающаяся Уважением Восхищением По отношению К объекту Проявляется В конкретных Делах Старании Сделать Все Что только Можно Для Любимого Радость Следующий Критерий В Эллинистическом Мире Радость Связывалась С счастьем Удовольствием Например Возвращением На родину Но Эта радость Основана На сознательных Отношениях К Богу Мир Это Полнота Души И Ее Спокойствие Независящее От Внешних Обстоятельств Заметьте Независящее От Внешних Обстоятельств Долготерпение Это Терпеливое Отношение К обидам Которые Причинили Другие Это Реакция Христианина На Обстоятельства И События А А также Терпение Бога По отношению К непокорному И греховному Человечеству Но Я хотел бы Обратить Ваше Внимание На вот эти Нюансы Что Мир Это Душевное Спокойствие Не Зависящее От Обстоятельств Долготерпение Это Отношение Это Реакция Христианина На Обстоятельства И События Происходящие В его Жизни Мне кажется Что здесь Мы можем Уже Увидеть Качество Плода Какие-то Грани Его Вкусовые Качества Давайте Дальше Дочитаем Доброта Доброта Кротость Это Доброе Отношение К ближним Забота Об окружающих Симпатия И Благость Благость Это Активное Делание Добра Щедрости Исходящие Исходящие Сердца Которое Всегда Будет Изливаться На Других Людей Принося Им Пользу И Выгоду То есть Такое Именно Исходящее Из Сердца Это Такое Огромное Внутреннее Желание Что-то Сделать Для Человека Рядом Понимаете Да Именно Какое-то Очень Глубокое Желание Не то Что Я должен Сегодня Полы Помыть Еще Кому-то Я что-то Должен Кротость А Ну Вера Тут Еще Есть Это Верность Надежность И Преданность В Следующем Стихе Кротость Это Мягкая Покорность Контролируемая Сила Способность Перенести Упреки Обиды Без Горечи И Сожаления Умение Успокоить Гневного Огорченного Обиженного На жизнь Человека Самоконтроль Следующее Слово Обозначает Умение Сдерживать Свои Страсти Желания Еще раз Давайте Порассуждаем Это Дела Нет Это Может Проявляться В делах Но Согласитесь Что Качество Которое Мы Сейчас Перечисляли Это Не Совсем Дела Это Отношение К Делам Да То есть Сдержив Именно Я Служу Не потому Что я Служу А Служу Потому Что у Меня Есть Огромная Внутренняя Какая-то Сила Потребность Желание Служить Можно Трудиться И без Любви А можно И как Для Господа Да И Зачастую Люди Говорят Ну и Неверующие Любят 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 Неверующие По Настоящему Ну хотя Бы Вот По критериям Которые Здесь Перечислены Но думаю Что Вряд Ли Потому Что Здесь Перечислены Силы Которые Больше Человеческих Возможностей Что Мы Можем Всегда Не Не гневаться Не Раздражаться Не Делать Всегда С улыбкой И с Удовольствием Если Этот вопрос Тогда Задать Верующим Даже Верующим Еще Это Не Под Силу Зачастую Но Это Не Огорчение Должно Вызвать В наших Сердцах Потому Что Слово Божие Оно Ведет Нас Дальше Что Мы Еще Можем Сказать Про Плод Духа Ну Конечно же Про Любовь Если Я Говорю Языками Человеческими И Ангельскими В Коринфинах Написано А Любви Не Имеют То Я Медь Звенящая Ким Вал Звучащий Если Я Имею Дар Пророчества И Знаю Все Тайны Первая Коринфинам 13 Глава Она О Плоде Говорится То есть Она О Любви Вся Она О Плоде Любовь Говорится Если Имею Дар Пророчества Знаю Все Тайны Имею Все Познание И Всю Веру Так Что Могу И горы Переставлять А Не Имею Любви Я Ничто Здесь Ничто Имеется Ввиду Ноль Полный Абсолютный Пустота То есть Пусто В смысле Как Пусто Человек Имеет Веру Даже Дар Веры Имеет Еще Что А Помните Бог Говорит Ты Взвешен Пусто Ноль Нету Чего То И Дальше Написано Если Я Раздам Все Имение Мое То есть О Жертвенности Говорится Отдам Тело Мое На Сожжение А Любви Не Имею Нет Мне В том Никакой Пользы И Опять Качество Любви Качество Плода Долго Терпит Милосердствует Не Завидует Не Превозносится Не Гордится Не Бесчинствует Не Ищет Своего Не Раздражается Не Мыслит Зла Не Радуется Неправде А Сорадуется Истине Все Покрывает Положительные Качества Всему Верит Всего Надеется Все Переносит И Никогда Не Перестает Фантастические Качества Если мы Снова Обратимся К Значению Слов Которые Здесь Написаны Вот В последних Стихах Покрывает Покрывает То есть Это слово Используется Чтобы показать Крышу То есть У тебя Надежная Крыша Как в детских Песенках Похож Дерево При потоках Вот Или крыша Там Все время Изображают Детки Крышу Покрывается Говорится о крыше Имеется ввиду Защита Как крыша Либо поддерживать Либо терпеть Сносить Справляться Верить Любовь всему Верит Верит В чистоту Побуждений Здесь даже Прямо уже Указывается Не в то Что ты делаешь Любовь Настоящая Верит В чистоту Побуждений Человека Она способна Любовь Неустанно То есть Не переставая Сносить Неблагодарность Дурное Поведение Любые Проблемы Связанные С общежитием Актуально Для России Связаны С общежитием Все Кто жил В общежитии Это Наверное Хорошая Школа Не Жалуясь И Не Отчаиваясь Когда Оказывается Что намерения Все-таки Не были Чисты Любовь Надеялась Она Думала Что ты С чистыми Намерениями Но даже Если оказывается Что намерения Не были Чисты Любовь Сносит Это Без упрека Она Никогда Не Падает Никогда Не Перестает Никогда Не Прекращается Это Указывает Слово Никогда Не Перестает Вот Последнее Слово Не Перестает Указывает На Постоянное Действие Или Указывающую На Вечную Истину То есть Что Любовь Имеет Качество Вечности Понимаете Да То есть Никогда То есть Мы по сути Вечны Оно Никогда Не Перестает Не в смысле Что оно На земле Не Перестает Оно Вообще Имеет Вечное Качество Но Думаю Что Теперь Точно Понятно Что Ну Неверующих То нет Наверное Таких Качеств А у Верующих В противоположность Этому Мы видим В Коринфинах Написано Дела Плоти Известны И там Перечисляются Много Разных Дел Но я бы Исходя Из этого Местописания Я бы Сказал Дела Плоти Это все Что без Вот этой Любви Не важно Что ты Делаешь Причем Твое Делание Теряет Смысл Ну Не то Что оно Теряет Смысл Мы должны Делать Мы должны Жить Мы должны Служить И наши Дела Должны Быть Но Важность Дел Определяется По чему-то Другому Понимаете Можно Быть Домохозяйкой С любовью А можно Без Понимаете Можно Мыть посуду С любовью А можно Без Правда То есть Понимаете Есть качество Которое Нельзя Его нельзя Наверное Сильно Оторвать От дел Но в то же Время Это качество Оно Либо есть Либо его нет То есть Либо оно Сопровождает Тебя Либо нет Божья Любовь Она И рождает Плод Какие бы мы Не были Хорошими Справедливыми Как бы мы Не старались Не грешить Есть ли у нас Любовь Которая Способна Исцелить Душу Рядом Сидящего Человека И первое Что мы читали Я выделил Несколько пунктов Которые Мне кажется Характеризуют Плод В нашей жизни Хотя бы Немножко Какую-то Его сторону Первое Это моя реакция Помните Мы читали Реакция Человека На Проблему Общежитие На все Что происходит В его жизни И знаете Я Раньше Все время Я боролся С проблемами И как бы Ну мы в принципе Молимся за нужды Мы как-то вот Все пытаемся Чтобы проблема ушла Чтоб она исчезла Только одна уходит Вторая приходит Я думаю Господи Ну вот Я уже тут Служить буду Все Господь Что-то все Они никак не кончаются То есть Они как-то идут Какой-то вереницей Бывает Только передохнул Опять что-то откуда-то И либо у тебя Либо у соседа Либо еще у кого-то И такое ощущение Что проблемы Не кончаются И я понял Будет в моей жизни Допущенное им Во-первых Получается Все эти проблемы Какие-то трудности Еще что-то Первое Что можно увидеть Это мою реакцию На происходящее Это первое Ребенок что-то сделал Там еще что-то Произошло Ты вскипел То есть Ты можешь сказать Да Это он виноват Но мы только что читали Вне зависимости от того Виноват он Не виноват он Мы должны смотреть Куда? В свое сердце Первая реакция Один Мудрец И древнегреческий Драматург Сказал В 340 году До Рождества Христова Характер человека Можно узнать По его слову Но не подготовленному И взвешенному А случайному Спонтанному В экстренных Провокационных Ситуациях Поднимающихся Слово Поднимающиеся Из сердца Из истинных Его Чувств Согласитесь И кто-то Недавно рассказывал Как раз и говорили О том что вообще Случайного слова Его не бывает Если ты что-то Случайно слетел Из моего языка Это значит Что этому Где-то еще Есть место Что-то там И теперь мы можем Даже понимать Давид говорит От тайных Моих Избавь меня От чего Тайных От злодеев Тайных Которые за углом Прячутся Ну да У Давида Было много Вокруг Но он даже Понимал В Ветхом Завете И он Видел Секрет Ну согласитесь Он угодил Богу Мы можем Смотреть На его Жизнь Несмотря На то Что он Обижался Первое Что мы можем Видеть Это реакция И в общем-то Говорить о том Что он Виноват Ну сами Понимаете Уже Смысла Нет От избытка Сердца Говорят Уста И почему Это все Происходит Чтобы мы Осознали Что это Плод Божий У нас Его Нет Ни у одного Человека Какой бы он Хороший Не был И какую бы Хорошую жизнь Он не вел Плода Духа Святого Нет Просто так Его Не существует И если Он до сих пор Еще Ни на кого Не раздражался Это значит Что просто Господь Не создал Еще ситуацию В которой Проявится Все Что должно Проявиться Почему Для Бога Нет разницы Человек Что-то Большое Сделал Или Маленькое И многие Неверующие Вообще-то Не могут понять Как так Он убийца А я Только пять Рублей взял Почему Потому что Для Бога Не факт Действие Важно А он-то Видит Что и убийство Происходит От греховного Тела плоти И пять копеек Происходит От греховного Тела плоти А Тело плоти Ведет нас В ад Греховное Понимаете И наша Задача Избавиться От Источника Не только От внешних Факторов Которые Проявляются И Христианство Достаточно Хорошо Научилось Справляться Все Терпят Все Молчат Все Улыбаются Ну благо Мы У нас Общежитий Все меньше Это тоже Нам на руку Мы живем Все более Замкнутой Жизнью И никто Не видит Уже Даже Семья Моя Редко Видит Меня В принципе Ну значит Следовательно И моих Моих Реакций И как-то Даже Вроде Мирнее Стало Вторая Вещь По которой Мы Можем Увидеть Как можно Увидеть Любовь Я Когда Был Неверующим Ну Даже Когда Уже Уверовал Я считал Что Любви Не существует Я Достаточно Честно Смотрел На жизнь И я Всегда Хотел Помогать Людям Я Всегда Искренне Хотел Быть Спасателем Я Рассказывал Я Хотел Помогать Людям И мне Это Так Нравилось И я Бежал На помощь Любому Но Выходило Как Всегда Со Временем Я Дошел До Такой Точки Что Я Считал Что Любви Вообще Не Существует Абсолютно Доказано Назовите Мне Хоть Один Критерий Для Обычного Человека Что Такое Любовь Все Объясняется Другими Словами Самое Влечение Увлечение То есть Привязанность Все Можно Объяснить Другими Словами То Что Мы Называем Любовью И Слово Любовь Очень Широко Используется И оно Так Затерто Что Даже Смысл Его Потерян Все Говорят Что Они Любят И Неверующие Говорят Что Они Любят А Что Они На самом Деле Любят И Верующие Говорят Да Я Люблю Тебя Люблю Только Ты Больше Не Появляйся На Моем Пути Все Ты Свободен Я Тебя Простил Люблю Все До свидания И Тебя Я Обойду И В церковь Другую Пойду То есть Такая Любовь Такая Интересная И Как То У нас Это Все Укладывается Но Оно Не Может Уложиться В Божьем Понимании И Вот Мы Смотрим Как Может Проявиться Любовь Ну Конечно же Прощение Что Такое Прощение Я Тебя Простил Дорогой Я Тебя Прощаю Что Такое Прощение Высшая Форма Прощения Как Иисус Меня Простил Правда Так Или Нет Высшая Форма Прощения Это Не Простил Даже Это Снова Полюбил Человека От Всего Сердца Если Мы Не Прощаем Написано То Бог Может Нас Не Простить От Всей Души От Всего Сердца От Всех Пониманий И Тогда Можно Задать Вопрос Как Ученики Сказали Господи Кому Это Вообще Под Силу Что Ты Тут Нам Рассказываешь Иисус Говорит Слава Богу Вы Уже Дошли Человеком Это Невозможно Но Не Богу Богу Все Возможно И Тут Мы Начинаем Подбираться К Сердцевине Что Увидел Весь Народ Когда Вдруг Стали Учеников Называть Христианами Они Увидели Что Что Выходило За Рамки Понимаете Если Моя Жизнь Сейчас Ничем Не Отличается От Моей Жизни До Того Как Я Пришел В Церковь Давайте Будем Частными А Чем Ж Она Должна Отличаться Прощение Это Такой Интересный Очень Факт Даже В Ветхом Завете Мы Видим Примеры Давид В него Кидают Камни Первая Царь 17 Глава 28 Стих Услышал Елиав Старший Брат Давида Что Говорил Он А Ну Это Первый Пример Когда Еще На Голиафа Давид Пришел Старший Брат Давида Родственник Говорит Зачем Ты Сюда Пришел Оставил Овец Тех В пустыне Я Знаю Твое Высокомерие Дурное Сердце Твое Ты Пришел Посмотреть На Сражение То есть Я думаю Тут Еще Не Все Написано Ну То есть Примерно Так Если Так Вот Расписывать Да И мы Видим Реакцию Давида Что Я Сделал Не Слова Ли Это Я Когда Читаю Об Этому Я думаю Господи Какой-то Недосягаемый Уровень Когда Я Так Смогу Вот Так Сказать Не Слова Ли Это Дорогая Ну Не Слова Ли Это Были Пойдем Попьем Кофе Дальше Еще Интересней Во Втором Царств 16 Глава 8 Стих Семей Злословил Его Уходи Отсюда Убийца Беззаконник Господь Обратил На тебя Кровь Дома Саулова Вместо Которого Ты Воцарился Предал Господь Царство Весолому Сыну Твоему И Вот Ты В Беде Ты Кровопийца Второй Царь 16 Глава 8 Стих Он Так Хулил Что Все Кто Были Рядом С Давидом Немножко Выпрямились Они Говорят Что Этот Мертвый Пес Пытается Сказать На Царя На Нашего На Любимого Можно Мы Сравняем Его С Лицом Земли А Царь Говорит Что Мне Вам Сыны Соруины Оставьте Его Пусть Злословит Господь Повелел Ему Злословить Давида Давид Ты о чем Говоришь Дьявол Мог Повелеть Но Никак Не Господь Ну Согласитесь У нас Достаточно Четкие Установки Если Кто-то Что-то Плохое Против Меня Делает Но Это Явно Не От Господа Но Господь Допускает Это И мы Видим И в Примере Иова Да Будет Имя Его Благословенно Мы Видим Пример Стефана Которого Побивали Камнями Он Говорит Прости Им Господь Но Они Не Ведают Что Творят Господи Что Они Такое Имели Понимаете Почему Реакция Приложилось Потому Что Люди Видели Что-то Что Выходило За Рамки И Границы Обычного Человека И Обычного Поведения Человека Ну Я Уж Можно И не Говорить Об Иисусе В принципе Эти Люди Показали Иисуса Потому Что Иисус Сказал То же Самое Прости Им Они Не Понимают Что Делают То То есть Он Не Просто Не Злословил Он Просил За них Прощение Сердце То есть Мотивы Где-то Внутреннее Какое-то Это Разве Дела Это Не Дела Это Согласитесь Это Внутреннее Какое-то Состояние Твоего Сердца В чем Еще Может Проявляться Любовь Любовь Когда Происходили Большие Проблемы В моей Семье Я Свидетельствовал Об этом Первое Что я Понял Что У меня Нет Любви Вот Той Настоящей Которая Может Исцелить Сердце Моей Жены От Ран От Обид И Мной И Немной Нанесенных Это Первое Что Пришло Мне В голову Тихонечко И Когда Ты Понимаешь Что У тебя Этого Нет Ты Идешь С Протянутой Рукой Ты Становишься Нищим Ты Становишься Нищим Духом Ты Ищешь Согласитесь Ты Начинаешь Искать Почему Ты Ищешь Потому Что Все Таки Ты Вкушал Духа Святого И семена В тебе Есть И надежда В тебе Есть И эта Надежда До сих пор Не угасла Поэтому Мы И в церкви У многих Она погасла И они ушли Разочарованные Сказали Нет Это не Помогает Моей семье Это не Помогло Я ждал Три года Два года Пять лет Но Тебе Тебе Смириться Смириться До конца Как написано Любовь Никогда Она Никогда Не смирится Она Не перестанет Хотя бы Капля Ее Но она Будет Внутри Взывать И давать Тебе Надежду Что Ты Пройдешь Ты Пройдешь Как бы Не казалось Это Невозможным Правда Вопрос Только Как Пройдешь И как Долго Будешь Проходить И все Эти Ситуации Которые Возникают В нашей Жизни Только Для одного Когда я Увидел Что ее Нет Тогда Я думаю Господи Где же Ее Взять Ну Понятно Что У тебя Ну Давай Где Она Я что Мало Молюсь Я что Я мало Пощусь Я что Ну Я делаю Вроде Все Что Я могу Делать И большинство Людей Когда Говоришь О проблеме Они говорят Я молился И постился Этого Не произошло Значит Есть еще Что Молиться И поститься И как Как я люблю Говорить Поститься Молиться В смысле Читать Слово Божие Не предлагать Это Само собой Разумеющиеся Вещи Твоей Любви Ты просто Любишь Бога И поэтому Ты читаешь Ты любишь Бога И поэтому Ты молишься Правда Это Само собой Разумеющиеся Вещи И я Вдруг Вспомнил Просто Как-то Бог Напомнил Самое Приятное Что Было В моей Жизни Причем Знаете Как бы Я Я вдруг Вспомнил Что когда Люди Просто Говорили Мне Спасибо Я Переживал Божью Любовь Я вспомнил Вдруг Моменты Я думаю Господи В смысле Так все Просто Первое К чему Подводит Нас Бог Что у Тебя Нет Любви Нет Ну Сознайся С этим Не Надо Фиговые Листья Делать Ну Нет Так Ты И становишься Нищим Духом Только Тогда Когда Ты Осознаешь Бедный Я Человек Как Писал Павел Кто Избавит Меня От всего Тела Смерти Кто Избавит Меня От Понимаете Доброе Что Хочу Не Делаю Плохое Что Не Хочу Делаю Значит Не я Делаю А живущий Во мне Грех Который Откуда То Исходит И Не Нужно Его Прикрывать Мы В России Привыкли Всех Прикрывать Нельзя Же Ябедничать Нельзя Же Стучать Я Понял Что Я Могу Делать Что Я Могу Делать Я Могу Благодарить Я Могу Быть Благодарным И Когда Ты Приходишь К Богу Вспомни Сейчас Самое Вспомни Когда Вот Ты Переживал Божье Присутствие Что Было В твоем Сердце Была Благодарность Ты Готов Был Плясать Кричать Ты Готов Был Что Угодно Делать Потому Что Что То Внутри Тебя Родилось И Благодарность Она Переполнила Так Что Тебе Без Разницы Было Уже Кто Тебе Чего Говорит Ты Был Настолько Благодарен Богу Тебя Говорят Да нет У тебя Проблем Ты Говоришь Нет У меня Нет Вообще Проблем Я Самый Счастливый Человек Благодарность Это Своего Рода Естественная Платформа Для Сошествия Божьей Любви Она Является Благодарность Является Частью Божьей Любви Но Это Наша Часть Согласитесь Как бы Мы Вроде Читаем Что Дух Дух Божий Рождает Это В нас Но Он Рождает Через Нас Через Вот То Что Мы Замечаем Вот Эти Семена Благодарность Что Еще Мы Можем Увидеть Какие Еще Качества Не Твои Качества Которые Происходили В самом Ярком Божьем Присутствии Когда Бог К тебе Приходил Какие Еще Могут Быть Качества Я Думаю Что Их Больше Гораздо Я Как бы По своей Жизни Увидел Несколько И я О них Хочу Рассказать Самое Наверное Яркое Качество Это Желание Служить Оно Такого Нервного Срыва Но Когда Пришел Бог И Вроде Ты Такой Плохой И Все Испортил Как Всегда Но Когда Пришел Бог Вдруг Я Чувствую Что Я Снова Захотел А я Десять лет Уже Знал До этого Людей Я Служил Я Вдруг Внутри Почувствовал Знакомое Желание Думаю Где То Я Его Уже Чувствовал И Я Вспомнил Когда Я приехал С библейской Школы Первое Что Я Сказал Я Так Хочу Служить Я Так Хочу Просто Что-то Делать Возьмите Меня Куда Угодно Я Хочу Чего Нибудь Сделать Понимаете О чем Минет Речь Ты Хочешь Что-то Тебя Это Просто Разрывает Но Со Временем Оно Уходит Оно Где-то Теряется Оно Замазывается И Ты Служишь Да Ты Продолжаешь Делать Ты Продолжаешь Делать По Инерции Может Быть Но Где-то Можно Потерять Этот Плод Я Так Рад Что Бог Он Как Бы Это Не Было Страшно Но Фактически Была Катастрофа Фактически Все Был Крах Всей Моей Жизни Но Этот Крах Родил Опять Росток Божьей Любви Неисповедимы Пути Господни Я Конечно Не хочу Чтобы Снова Происходил Крах Но Мы Должны Понимать Что Все Что Нас Окружает Оно Только Показывает Ростки Плоды Что Есть Не Потерял Ли Ты Корни Не Как Райкин Говорил Что Ж Вы Пилите Корни Зачем Пилите Что Ж Вы Делаете Дерево Корнями Питается Не Потеряли Ли Мы Эту Связь Проверяйте Верили Мы Да Когда Ты Каешься Мы Разговаривали Я На Домашней Группе Спрашивал Я Говорю Вы Недавно Покаялись Вы Недавно Переживаете Бога На Альфе Мы Спрашиваем Я Говорю Что Вы Чувствуете Что Происходит В Вашей Жизни Я Хочу Быть Чистой Жажда Какой-то Чистоты Жажда Того Что Потому что Зачастую Христиан Слушаешь Они Говорят А Всю Жесть Так И Будем Грешить Кайц Кайц Грешить Где Где-то Внутри Меня Что Говорит Господь Хотел Очистить Свою Невесту Как-то Она Не Грязная Придет Он Он Что-то Делает И он Взращивает За счет Чего Происходит Очищение Именно За счет Вот Этого Плода Который Растет Прорастает И Благоухает А мы Обычно Смотрим На таланты На способности На красоту На здоровье Много Хороших Добрых Молодых Эксентричных Противоречивых Непонятных Но Не судите Внешне Говорится В первом Коринфянам Четвертая Глава Третий Стих Посему Никак Не судите Прежде Времени Пока Не придет Время Пока Не придет Господь Который Осветит Сокрытое Во мраке И Обнаружит Сердечные Намерения Вот Оказывается Что Господь Пытается Увидеть И показать Нам Как быть Уверенным В своей Вере Как быть Уверенным Что ты С Богом Плод Его можешь И ты Вкушать Он 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 Одинаков Что для Других Кто окружает Тебя Что для Тебя Ты можешь Видеть Этот плод Ты можешь Вкушать Его И быть Уверенным Не потому Что ты Что-то Решил Павел Говорит Я и сам О себе Не сужу И мне Без разницы Как другие Обо мне Судят Потому Что Есть что-то Что больше И мнения Окружающих И твоего Собственного Мнения И даже Дел Которые Еще Иногда Вылазят Из тебя Но ты Понимаешь Что Духом Умершляются Дела Плодские Нету Пользы Воевать С грехом Все С чем Ты воюешь Ты только Придаешь Ему силу Духом Умершляются Дела Плодские Только Плод Может Заглушить Все Мы должны Умереть Для греха Но жить Для Праведности Да Как быть Уверенным В своей Вере Если Нет Плода Значит Не было Семени Или Оно Умерло Об этом Говорили В прошлый Раз Или Камни Или Заботы Века Сего Что Слово Божье Производит В тебе Да Оно Утешает Тебя Да Слово Божье Наполняет Твой Разум Но В Евреям 4 глава 12 стих Написано Доходит ли Оно До разделения Души И Духа Почему Души И Духа Потому Что Душевные Люди Не Принимают Того Что Духа Божьего Павел Пишет И Судит Помышления И Намерения Опять Сердечные То есть Сокрытые От нас Тайные Сокрытые От нас Мотивы Еще раз Повторюсь Все Трудности Которые Есть В нашей Жизни Они Только для Того Чтобы мы Были Честны И Еще Больше Вас Жаждали Не для Того Чтобы Осудить Тебя Или Что ты Плохой Или у Тебя Чего-то Нет А Чтобы Наоборот Родилась В нашем Сердце Жажда Когда Ты Видишь Что у Тебя Чего-то Нет Ты Начинаешь Этого Искать Ты Начинаешь Этого Жаждать Потому что Бог Обещал Тебе Правда Он Сказал Что Духом Святым Любовь Изливается В ваши Сердца Правда Если Ее Ну так Прямо Говорить Если Этой Любви Во мне Не хватает Чтобы Меня Сдержать От Раздражения То Ну Зачем На зеркало Пенять Значит Есть Куда Расти Значит Должна Наоборот Просыпаться Жажда Просыпаться Любовь К нему Жажда Его Общения Мы Должны Вкушать От Дерева Жизни Наполняться Им И В Филиппийцам Первой Главе Павел Молится Он Говорит Я Молюсь О том И О чем Бо Я Хотел Сегодня Молиться Чтобы Любовь Ваша Еще Более Более Возрастала В Познании И Во Всяком Чувстве Чтобы Познавая Лучшее Мы Были Чисты Непредкновенны В день Христов Исполнены Плодов Праведности Иисусом Христом В славу И похвалу Божью В Кайлосянам Первой Главе Девятом Стихе Он Пишет Посему Мы С того Дня Как Услышали О вас Не Перестаем Молиться И Просить Не о том Чтоб Проблемы Ушли А о том Чтоб Мы Исполнились Познанием Его Воли Мудрости Разумения Поступали Достойно Бога Угождали Ему Принося Плод Во всяком Деле Благом То есть Можно Приносить Плод Во всяком Деле Что бы Ты ни Делал Где бы Ты ни Был В трамвае В автобусе Не важно Что ты Делаешь Важно Приносишь Мы Плод Или Нет И давайте Склоним Наши головы Помолимся Дорогой Господь Мы Любим Тебя Мы Видим Что ты Оцениваешь Нашу Жизнь По Плодам Мы И Сами Можем Судить О себе Как Духовные О Плодах Господь Спасибо Тебе За то Что Ты Создаешь Все Эти Ситуации Вокруг Нас Спасибо Тебе За то Что Есть То Что Мы Не Понимаем То Что Мы Отказываемся Принять Спасибо Тебе Даже За Трудности Спасибо Тебе Дай Нам Увидеть Что Ты Любящий Отец Смотришь Гораздо Дальше И Гораздо Глубже В Наши Сердца И Хочешь Показать Нам Дорогой Дорогой Я Люблю Тебя Но Есть Много Вещей Которые Тебе Мешают Быть Со Мной Господь Я Прошу Тебя Во Первых Если Кто-то Потерял Эти Семена Пусть Они Снова Звучат Его Сердце Пусть То Слово Которое Он Слышит Оно Будет Добрым Семенем И Попадет В Добрую Почву Господь Я Прошу Тебя Чтоб Мы Возделывали Эту Землю Убирали Плевлы Корни Сорняки Искали Тебя Жаждали Тебя Чем Сложнее Ситуация Тем Больше Мы Взывали К Тебе Понимая Что Мы Просто Хотим Быть С Тобой И Только С Тобой Мы Пройдем Через Все Чтоб Мы Пребывали В Тебе И Ты Пребывал В Нас Господь Я Прошу Тебя Чтобы Наши Глаза Открывались И мы Видели Видели Плоды Святого Духа Плод Который Ты Призвал Нас Приносить И Чтобы Этот Плод Еще И Пребывал И Пребывал В Жизнь Вечную Господь Я Молю Тебя Очищай Ветки Твои Чтоб Они Еще Больше Принесли Плода Дай Нам Укорениться И Укрепиться В Тебе Дай Нам Господь Понимать Где Наши Корни Искать Эти Потоки Воды Живой Слова Твоего Не Буквы Но Слова Живого И Действенного Которое Проникает До Разделения Души И Духа Которое Судит Наши Намерения Тайны Помышления Господь Мы Молимся За Церковь Твою Чтоб Она Была Плодоносной Чтоб Она Была Зрелой Чтоб Она Понимала Что Важно В Твоих Глазах И Чем Она Угождает Тебе Господь Спасибо Тебе За Семя Твое Которое Ты Сеешь В Наши Сердца И За Обилие Которое Ты Даешь Посеянному Тобой Спасибо Тебе За То Что Слово Твое Не Возвращается Тщетным Но Оно Исполняет То Для Чего Оно Послан Спасибо Тебе За То Что Не Я Потрудился А Слово Твое Благодать Твоя Во Мне Потрудилась Жизнь Твоя Принесла Сок Принесла Дыхание Жизни И Твоя Жизнь Твой Святой Дух И Вырастил Эти Плоды В Наших Жизнях Спасибо Тебе Даже За Самый Маленький Плод Который Есть У Нас Спасибо Тебе Господь Я Молю Тебя Чтобы Мы Никогда Не Были Отрезаны Не Не Были Отсечены Чтобы Мы Всегда Были Привиты К Твоей Лозе И Питались Тобой Наполнялись При Потоках Вод Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Я Молю Тебя Чтобы Надежда У Тех Людей Которые Уже Потеряли Надежду Во Всех Ситуациях Трудных В Их Жизни Я Молю Тебя Чтобы Слово Твое Родило Надежду Снова Что Ты Не Даешь Испытаний Сверх Силы И Чтобы Люди В этих Трудных Ситуациях Они Увидели Что Они Наги Что Они Бессильны Увидели Крах Того Что Нет У Них И Взывали К Тебе Еще Больше Чтобы Они Жаждали Чтобы Они Не Отчаивались Что У них Не Оказалось В этот Момент Любви Или Масла Но Господь Я Прошу Тебя Чтобы Надежда Твоя Пока Еще Ты Не Пришел На Эту Землю Она Давала Новые Ростки В Тех Кто Уже Отчаялся Ты Сказал Что Ты Даешь Силы Изнемогшим И Крепость Утомленным Боже Пусть Плоды Которые Есть Они Еще Больше Принесут Плод И Чтобы Ты Был Прославлен Возвеличен И Превознесен Мы Благодарим Тебя Господь Мы Любим Тебя Мы Славим Тебя Во Имя Иисуса Христа И В книге Откровения Написано Среди улицы По Ту И По Другую Сторону От реки Которая Текла Из-под Порога Храма Росло Дерево Жизни Двенадцать Раз Приносящие Плоды И Дающие На Каждый Месяц Плод Свой И Листья Дерево Для Исцеления Народов Господь Дай нам Всегда Питаться От Дерева Жизни Дай нам Умереть Для Закона Умереть Для Дерева Познания Добра И Зла И Укорениться На Дереве Жизни Чтобы Давать Плоды Жизни Во Имя Иисуса Христа Жизни